Здравствуйте, уважаемые зрители Актуал ТВ! Вчера бывший посол Азербайджана в Швейцарии Исвен-Дерла Хабдзеде выступил с видеоответом к лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому. Как вы помните, Владимир Жириновский буквально недавно высказался об Азербайджане и азербайджанском руководстве очень неразко и очень нелестными выражениями. Вчера армянский сегмент социальных сетей буквально взорвался после этого видеоответа в Ахабдзеде. Это, разумеется, понятно, но непонятно то, что к этому присоединился Соловьев. Соловьев задается вопросом, а понимает ли в Ахабдзеде, какого уровня скандал будет? Ну, во-первых, никакого скандала на официальном уровне не будет, потому что Исвен-Дер Хабдзеде, он бывший посол, а потому вчера он отвечал Владимиру Жириновскому как обычный гражданин Азербайджана. Разумеется, на общественном уровне будут реакции относительно высказываний Исвен-Дер Хабдзеде. Но я хотел бы отметить другое. Именно из-за таких людей, как Владимир Жириновский, появляются вот такие люди, как Исвен-Дер Хабдзеде. Именно из-за таких высказываний, которыми известен Владимир Жириновский, появляются вот такие высказывания, аналогичные вчерашнему тому, что высказал Исвен-Дер Хабдзеде. Владимир Жириновский известен тем, что он назвал азербайджанцев баранами. Пусть ответит Соловьев, а высказался ли он тогда против Жириновского, тогда, когда Жириновский оскорбил всех азербайджанцев. Владимир Соловьев не имеет права, просто не имеет права требовать от Исвен-Дер Хабдзеде или от кого-то другого какой-то официальной или неофициальной реакции. И знаете почему? Да потому что Владимир Соловьев, будучи гражданином России и, как он считает, ярким представителем русской нации, сам оскорбил Россию и русскую нацию. Недавно он высказывался в отношении звезды российской культуры Ли Ахиджаковой, высказывался очень нелестно. И это высказывание настолько отразилось в российском обществе, что один человек пообещал 500 евро тому, кто плюнет Владимиру Соловьеву в лицо. Я добавлю еще 500 евро тому, кто плюнет Соловьеву в лицо еще раз, если он докажет, что высказывался, раскритиковал Жириновского за его оскорбление в адрес азербайджанской нации. Это во-первых. Во-вторых, а высказывался ли этот яркий представитель России, защитник российской государственности Владимир Соловьев в адрес бакинского армянина Вадима Артюнова, который доказывает, во всяком случае он так думает, что он доказывает, что террористический акт, совершенный в 1977 году в московском метро, совершили не армяне, не представители Дашнацтюн. И знаете, как он это делает? Вадим Артюнов очернеет действия тогдашних чекистов, тогдашних профессионалов КГБ словами бывшего члена террористической организации АСАЛА, с которым он делает интервью в Италии. И потом он это интервью выкладывает в интернет. И этот Вадим Артюнов сидит сейчас в центре Москвы. Во всяком случае, недалеко от Соловьева. Что сделал этот Соловьев ради защиты своих российских граждан? Тот же самый Вадим Артюнов не раз обзывал, оскорблял азербайджанцев. И что вы думаете? Как на это должны реагировать азербайджанцы? Как на высказывания Владимира Жириновского в адрес Азербайджана и азербайджанцев должны реагировать мы, азербайджанцы? Упрекните Владимира Жириновского в его высказываниях. Наберите смелости. В. Тот самый Багдасаров, тот самый Михеев, который говорит о том, что никто не сможет против России противопоставить что-либо. Большинство русских это люди, которые с утра до вечера работают в поте лица ради того, чтобы принести в свою семью крошки хлеба. Русские это те люди, которые наравне с нами, защищая Азербайджан от армянских оккупантов, сражались на фронте во время 44-дневной войны. Они погибали, они становились шахидами. Вот эти люди. А вот Жириновский, Владимир Соловьев, Багдасаров, этот мнимый русский в кавычках, Маргарита Симонян, это русская в кавычках, вот это свиньи. Арам Габриэлянов, это свинья, которая пытается всеми доступными и недоступными средствами разрушить то, что построили Россия и Азербайджан. Так что бывший посол, подчеркиваю, бывший посол Исфандер Вахабзаде допустил грубейшие высказывания в адрес русской нации. Русские не свиньи. Но Владимир Соловьев, Владимир Жириновский, Михеев, Багдасарова, Симоняна, Габриэлянова и вам подобные, вот это свиньи. А вы позор для русских. И потому сами русские обещают друг другу 500 евро, чтобы плюнуть вам в лицо. Редактор субтитров А.Семкин